Всем привет, с вами Aronimus и очередная сериала с плэп игре Mountain Blade Огнём Мечом. Если честно, я хотел бы обновить всё-таки эту версию игры, потому что у меня версия 1.0.14, а самая новая на данный момент вроде 1.147. Но, блин, обновитель, блин, лаунчер, короче, патч нифига не видит мой компьютер. В смысле, нифига не видит игру на моём компьютере. Айпле устанавливать её у меня сегодня тупо нет времени. Ну вот, когда я хочу снимать Mountain Blade, у меня никогда не бывает достаточно времени. Так, вот здесь опять дерётся об босс Виттембергом. Можно попробовать. У нас даже есть шанс прославиться. Так, опять что-то нет у нас музыки. Не знаю, что за бред. Да, вот это больше похоже на правду. А, опять не нужно ружьё, опять всё по-старому. Так, ну и сегодня на самом деле я хотел снять хороший полный обзор по героям шестым. Ну, в смысле, не просто такой, типа, лэдсплей, а вот конкретно обзор там с течением по бумажке и с таким прочим. Ну, чё-то, чё-то я посмотрел и понял, что никому это не надо. Но, в принципе, если хотите. Ну, если хотите, вам надо как-нибудь меня смотивировать. Что, несомненно, очень печально. Ну, что, как говорил Нейрон, когда им перелезали горло. Какого актёра потеряла страна, действительно. Не нужно забывать, что у них есть пикинёры, они против моей лошадки вообще. У меня же лошадка-то невронированная. И вообще слабенькая. Скакать-то на ней может быть и круто, но только по полю, а не сквозь копья. Для того, чтобы скакать сквозь копья есть отдельные породы. И это, определенно, не такая лошадь, как у меня. Так, ну, что ещё? Вчера я играл в этих героев до 6 утра и как-то... Ну, вроде бы разобрался, но это, конечно... Не совсем то, чего я ожидал. Ну, в принципе, как я уже говорил, всем всё понятно. Ничего комментировать больше не надо, тем более, что я значительно так опоздал с выходом игры. Да блин, что же вы меня засадили-то так? Это, видимо, мои злые подписчики. Так. Опоздал на 2-3 недели вроде с выходом игры, но как-то я не особо тороплюсь. Я же предпочитаю играть не в самые новые игры, поэтому... Да блин, что-то фигнее! Отойдите от меня. Да. Продолжим. Походолжим. Подумаешь. Подумаешь, фигня. Сбили с лошади. Добили. Ну и ладно. Чё это у него с рукой? Такое странное. В общем, ну нет у меня времени обновлять игру сегодня. Ну вот, может быть, вечером я это и сделаю, но... Как-то... Как-то, блин, даже лошадь умудрился удалить на холме. В общем, сами понимаете. Если я до 6 утра играл в героев, но у меня нет времени с утра обновить Mount & Blade... Это такая вещь. Относительность времени. Что поделать? Mount & Blade теперь не стоит в первом списке моих проектов. Ну, на самом деле, если мне нечем забивать время, то я забиваю его Нерв Интернайтс. Потому что по нему мне прохождение с матч всегда легко и приятно. А по остальным играм уже не очень. Потому что я хотя бы знаю, что произойдет в следующий момент. Играю в Нерв Интернайтс. Кто будет вашего... Ай! Командира... Ай! Спасать! Ладно, его уже никто не атакует. Да брррр! И всем пофигу, да? Чтоб появился такой там, блин... С лошади чуть не сбил. Ну ладно, его тоже сбили, чё? Голота падает за мертво. Нет, как же так? Никогда не прощу голоту. Честно говоря, после шести часов сна я как-то вообще не способен нормально, адекватно комментировать. Ну, как есть. Блин, в очень сложном положении. Ну и что? Блин, я даже не вижу, сколько очков мне дали за эту всю фигню. Какой неприятный здесь всё-таки интерфейс. И вообще нужно, конечно, обновить, потому что вот это меня больше не устраивает. Вот такие вот... Я не знаю, что сколько стоит. Не представляю даже. Так, ну, разумеется, сами знаете, что. Так, то ли сюда, то ли сюда, то ли вообще сюда. То ли сюда куда-нибудь. Блин, зачем же я вкладывал очки в ловкость? Я уже и совсем забыл. Пересмотрели что ли старые серии? Ладно, пересмотрю. Ну, когда-нибудь потом. Атлетика, владение щитом, владение оружием. Да ладно вам. Это и... И, 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 и... Это, а пусть слежение будет. Мне просто интересно, какой у нас максимальный уровень слежения. Это будет прикольно. Так, сейчас самоущество, что сколько стоит? 604. 55. Супер. Луиси теперь. Так. Да у меня же нет пуль. Не, у меня есть пуль, но это так немного и не то. Ладно, плевать на копье. Плевать на копье. Пусть будет так. Как в старые добрые времена. Так, у нее что прокачано? Нифига у нее не прокачано. Печально. Ну ладно, пусть качает обучение, как все нормальные люди. Нифига не делает. Хотя, ладно, пусть что-нибудь делает. Уючная лошадь, там все дела. Смопау. Ааа. Ну, почему? 8 силы надо всего. Что нет, 8-9 силы? Ну ладно, скорее всего нет. Блядь, я даже здесь не вижу сколько чего надо. И Оксана ни о чем полностью. Ну и ладно. Спасли мы запорожский обоз. Привет, судак мой. Ладно, какие у нас отношения с запорожской сечью? С войском, точнее, 4. Ну, забавно. Ну и ладно, я их спас. Наверное, именно поэтому атак был бы на нуле. Ладно, если кто не понял, мы двигаемся ванкером, потому что по какой-то странной причине нам не засчитано задание. Со шпионством. Я, видимо, перемудрил там с сохранениями и в итоге нифига не получилось. Ну ладно, в принципе, я хотел сделать это в ней видео, но если я это сделал в ней видео, то снимать будет нечего. Вот так печально. Ну, вообще-то говоря, у меня есть еще пара видео для... точнее, пара игр для обзоров, на которые я могу потратить несколько часов. И, то есть, несколько дней я могу забить посторонними играми, но это, конечно, не полный проект. Этот, блин, ориентирован больше на длительную деятельность. Длительную, полномерную. Нет, нафиг. Я не хочу драться с ни с кем. Я вообще пацифист. Вот, кстати, 1-0-14. Ага. Окей, окей. Давайте поговорим по улицам. Так. Итак. Туда ли я пришел, и то ли мне надо сказать. Шкаф, пляж, этот ночей. Да, я ее сразу узнал. Фигай себе конспирация, если я узнал ее сразу, моментально. Окей, сваливаем отсюда. Первый же гражданин шпион. Как страшно жить. Надо же. Войско Запорожское, это так. Не даром я свой хлеб. Вратслав Каменец. Причем где-то прямо во вражеском стане. Ну, хотя я не знаю, какие отношения изначально у них друг с другом. Ну, речи посполитые войска Запорожского. Может быть, они там лучше, чем предполагается думать. Потому что мы пока еще не воюем. Хотя, вроде бы, если верить учебникам истории, то Украина вошла в состав Московского царства еще 7 лет назад. Но все равно, давайте не будем обращать на это внимание. Ну, и опять остаются найти короля. Как и в предыдущей серии. Как-то очень это не снижательно, я считаю, но... Почему бы и нет? Что за море? Что за реки? Нигде не указывается никакой, блин, географической информации. Ну, и ладно. Прошло уже почти месяц. С момента начала играем. Мы так нифига и не сделали. Ну, ладно, ладно. Сейчас дойдем до Ярмка в Зимиры. Там все дела, все дела, все дела. Идиотские дворцы. Конечно. Не, ну, с чем у... Гетманов-полковников, но все равно. Что-то фотоаппарат? Что? Ладно. Та-да-ра-ра-ра-ра. Отлично! ЯК built на человек. Благодарю. Павел Сапега Хорошо, вернем тебе долг Ну да, ну да Конечно, король занят Как много течи посполитой Я не знаю Ну, в смысле, король не знает Так, наиболее Хикварлист Путник, путник мне не нужен Посредник, цепишь Боже, цепишь Ладно, отвалим Я сначала подумал, что это бычья цепня Огромных размеров Но на самом-то деле Его знаменитый предок Владислав Цепиш По прозвищу Дракула Гороза турка и владитель Трансильвании Да Да Блин И скорее всего Наша гадалка или кто-нибудь будет очень против того, чтобы с нами путешествовать потом к Дракулы Но мы люди не суеверные Нам на это наплевать Итак Возвращение долгов Гетман Сапега Как-то невежливо возвращаться и спрашивать у короля Согласитесь Поэтому придется искать наугад вообще И где наша армия? Где мы потеряли всю нашу чертову армию? Как вы можете заметить, спутники здесь встречаются гораздо чаще, чем в оригинальной игре Почему-то там я, блин, дофига, дофига, нифига ничего не нашел, в общем, никого не нашел Да и снимать по ней пока что не вижу необходимости Опс, нежданчик А, тоже знаю, чем ты занят А, отдыхаешь, ну да Корхалянов Так, Гетман Павел Сапега Вильню Где у нас Вильню? Да-да, вот оно Вот оно Вот оно, видно моей мечты Ну нет, турки, конечно, блин Что-то похожее на то, что у меня было в Европе 3 Вот, когда я играл Я, конечно, там остался последние 50 лет В финале гонки с Китаем У меня там уже 1770 год Там все дела Но, блин, там, конечно То, что происходит, это вообще чудовищно Например, как вы объясните то, что У Московского царства осталось 4 провинции А Швеция занимает ильтолию от Копенгагена до Перми Ну, Китай, соответственно От Камчатки до Индонезии с одной стороны И от Урала до Японии с другой стороны Разумеется, при полной аннексии этой же самой Японии Кроме того, Франция была разгромлена нахрен Ее место заняла Бургундия А также практически все колонии Португалии, Испании, в Африке и в Америке Были захвачены каким-то герцогством Феррара А также была объединена Римская империя Которая стала в 3 раза больше любой другой страны в мире Ну, не считая меня Ну, а потом она развалилась опять И осталась Бургундия, которая была самой большой страной в мире Опять-таки, не считая меня И... Что самое прикольное, ее столица была в руках у турков То есть, ты представляешь себе, это огромная страна, занимающая по площади половину Европы Там колонии на севере, на западе, на юге, на востоке Африки и Америки Но при этом столица Бургундии находится в руках у турков Вот такая фигня Привет Ага, ты думаешь, что вы с королем в расчете, ну? Как же Да, 20 тайлеров я сэкономил Отлично Супер Убеждение скилл А ты чё скажешь? О! Пан заглоба Заглоба, заглоба, заглобишна Посредник И Радзивил опять здесь Иди нафиг Путник и... Пикинер Заглобы нет Ну и ладно, тогда возвращаемся в Аршаву А то, в принципе, рандомные задания Так что никаких проблем с ними не возникает Не может возникнуть Ограбить Каруаваны мы будем когда-нибудь потом Когда наберём достойную армию, почему-то Где я расстрелял всю свою армию, мне вообще непонятно Видимо, в той битве, когда я пал в бессознание Похоже на то Радзилов, Радзивил Ну, кстати говоря, если Быть честным, то у Радзивилла есть определённый резон Несмотря на то, что он попал каким-то образом из Вильна в Варшаву быстрее, чем я Но так или иначе, если вы знаете, то То ли его мать, то ли его сестра, то ли тётя А могла стать женой Ивана Грозного Но не сложилось Так Король Ян Казимир Привет Да, так оно и есть Я могу сказать, что у меня нет денег, это было бы круче Ну что же, у него у вас симпатия к нам Аааа, ладно Крепость Бар Секунду Двадцать три Так, никаких поручений Тогда мне уже найти пана за глобой Но сначала крепость Бар Так, крепость Бар, крепость Бар Вот крепость Бар Почему Бар, что Бар Не знаю, что это Ай-ай-ай-ай-ай Что у неё, ускользающие дезертиры какие-то А мы херны догоним Как пехотинцы умудрились взять в плен гусара Мда, очень интересно Прикол в том, что хотя у нас снижается поле зрения У воробья, поле зрения снижается тоже И если у нас есть плюс от зоркости То у него этого плюса нет Поэтому мы и в любом случае его видим 3-6-3-9-3-6-3-9-3-6-3-9 Схернемся На, кто знает В три раза меньше, но Свободные воины Ну Никидай как свободные воины вообще Бунтай, свободные воины, ещё бы Не гони Кто бы тебя вообще в армию взял Сейчас мы их расстреливать будем Главное не передержать Ай Ну и ладно Я все равно лучше всего управляюсь Саблей Сабля это наше все Да как Как ты можешь в упор пострелять Совсем что ли Никакой совести нет Какая совесть у бунтарей Не умеешь побунтовать Лишний раз Как то так и выходит Цепишь наносить удар Вот что на коне Цепишь на коне Это внушает Не нужно покупать ему коня По крайней мере Да неплохо Крилатый гусар теперь наш Как и запорожский пехотинец Жалая сабля Полная фигня А пульки эти я возьму Ага Ну в том то и дело Да Да Просто проходил Мимо Ну Ну Ль Вампир Если вы вспомните Магику А так же Историю Про Влада Который Не Вампир Нафиг на Максона Это Гадалка Черт Не вот серьезно Какой в ней смысл Пусть лучше будет полезный Цепишь Хотя с другой стороны Если Другие члены отряда Тоже будут высказывать Недовольство Владом То мне придется его А Влад ли он Если другие члены отряда Тоже будут высказывать Недовольство Цепишь Мне придется его Опустить Ну потому что Как иначе Лучше уж Бускадор Яксана Чем Цепишь тогда Да что ты Растрига Так вот пусть будет Вот видите Да Уже двое Возапринтовались Я совсем забыл Что у нас есть ксенс Спасококотский Блин Тем не менее Пока что Важнейшая Государственная работа Состоит в том Чтобы передавать Письма и долги Да Бессовестно Были люди В те времена Долг отдать Не могли Годами Ну ладно Упс Полковник Ян Зинович Собственно А Это он и есть Окей Задание Блинский замок Куда попробуем Еще доп задания Нет доп заданий А если кабак А ну-ка спросим Где панзаглобы В Кракове Отлично Лидский замок Это у нас Простите Где А вот Лидский замок Пойдем через Краков В Варшаву А потом В Лидский замок Понятно Параллельно Истребляю Все что движется Все понятно Я хочу Нанять солдат Че О чем Места нет Я думаю У меня под 40 человек Нам можно все дела Все 30 Да Здесь конечно масштаб Куда меньше Чем В Mountain Blade В этот Который Который там Как его называют Ворбенд Да сейчас я буду Не кипишуй Я вот в кабак Сначала загляну Краковский А потом уже К тебе обязательно Ольгерден Ну нахрен Я не буду с Ольгерден Разговаривать Он такой весь Из себя Блин Дворянин Гроза врагов Лечи поспалит Я хочу Позвать тебя Шведов бить Заглоба Выходи Шведов бить Еще раз Ответать Шведского мяса Ну да Ну да Зачем Он нам Никто Никогда Не даст нам Внятный ответ На этот вопрос Он просто будет И все Однажды Как я уже говорил Я возглавил Восстание Против Нынешнего короля С Претендентом Янушем Ну тем самым Разъявил Ну и половину Вареная Переманила На свою сторону Но Почему-то Они полностью Отказывались Меня слушаться И в итоге При осаде Клипостей Я мог надеяться Только за себя А захватить Так большой город Не представляется Возможным Вот я захватил Пару городов И закончил На этом Это не турецкий А Ну да Он следует За мной А как же Доставка письма Ну ладно Хорошо Мы обдумываем Нашу следующую цель Хорошо Обдумывайте Ребята Я вам мешать Не стану Я только Опять пойду Кабак Продам тут Пехотинца Оп Минус Пехотинец Приветствую Кафал Так Регионы Сенаторы Абония Абония Хмм Абония Сеновая Хмм Хмм Старосожмутский Да уж Ой Бог Ты бедал Александрына За кого Веки Гедман Литовский Ну Ну Зачем Мне это Рассказывать Вот так Пылко Эмоционально Я все равно Не буду Пупить циниться пока рано ну давайте посидим немного в лагеря 73 так подождать некоторое время жуткий лагерь конечно почему бы нам не подождать в городе например даже по любому разгонали так чё слишком много такого числа спутников а как какой на секретарь покидатая что за бред он ему такой дорогой чё побери нет окей ксенс нафиг идет ксенс идет лесом пан заглоба остается пока что у нас стыкновение только между всякими адекватными людьми и какими-нибудь неадекватными гадалками и лекарями ученый пей врагов лечим спалить ну чё чё хорошо чё будем ждать приказа теперь пойдем за королем преследуют цели сломы гирея видимо он все это время выслеживал где-то сам гирея находится мы ответ хан ислам гирея ведем сражение оба еще заражение не принимаю как его ладно ну просто солдата хотя бы солдаты мы ему достанем вообще без проблем я считаю правда не стоит забывать что нам по-прежнему нужно двигаться за и за армией а задание скорее всего он когда-нибудь отменит об оба на вот как раз таки шведская армия квестовая такая хрень как видите без лидера такая огромная короля такой не меня такой лошадь свою придержи а чё вообще чё вообще такое происходит король защите что ли меня я вассал и кто такой вообще родила в польский краков боже краков перешел к швеции варшава пришла к швеции черт ну вы видели ну вы поняли короче что это было хотя я думаю что вы все-таки нифига не поняли в общем это было начало сюжетной кампании польши слишком она была сильна поэтому не увзяли отобрали варшаву и краков нафиг потом будут и брать еще и другие города чтобы веселее играть было в принципе эту армию можно раздолбать но зачем у них 55 рейдеров это очень круто армия-то не реагирует ни на кого кроме меня нам за королем нужно следовать понимаешь и видим короля ну всем плевать крепость кельбурун фига себя не что-то у них не то с внешней политикой так вот с фуражерами мы побеседуем что называется а может быть с хозяином обоза эй хозяин обоза попереседовать хочу ну-ка давай побеседуем не вот чё он думает да он 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 говорит и иди нафиг мразь а я говорю погодите господа хорошие не ясно что ли сейчас грабить будем у нас два раза больше он еще нафиг нас посылает но это было очевидно и глупо оба на я так и знал но но осторожное бихигитесь поездом так главное главное чтобы по нам не попали какие-нибудь хитрые шведы а а чтобы мы по ним попали снял 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 не снял ел так у него поплежало вот эта хрень из руки торчит или нет интересно нет уже не торчит уже и с другой торчит а ну ладно ой я же все равно все перепрыгну через целую армию ну и что какие проблемы только сейчас у нас адекватные цены но это всего лишь раз может мне шляпку взять нет фигня шляпка м о на отчаянии молодая девушка от подагры лечит старика почему король нифига не делает ей очень злой человек иди нафиг ксенс подумаешь ты лекарь ну и что так вот король стоит около ваша и че он не заметил что типа город пришел по шведское управление конечно как то такое займитесь и куда он черт побери смылся где он теперь да у короля явно какие то проблемы у короля так так нам нужно все это продать с капусткой на красном и с вяленого мяса нам нафига столько и свинины нам столько не надо и хлеба и колбаса с маслом фон фигня черный рейдер что ты бьешься это на ею головой так где король то я страстно желаю видеть короля окололитского замка офигель он там делать он же пошел в Турцию блин вообще не понимаю я его в Турции же лучше там климат все дела аниматоры ну че ему в Швеции делать нам это не короли да принцессы принцесса где нибудь там еще в заперти сидит в самой высокой башне там принцесс Кристины где Ян Казимир ты скажи мне где Ян Казимир и все я буду за ним следовать вообще не проблем но проблемы но пасаран значит следуйте за Яном Казимиром я его не вижу я хотел исполнить его задание и вот так вот не исполнил где Ян Казимиро где Ян Казимиро оооо да печально у вас тут так еще раз около островца островец где у нас а вот здесь не смей не смей а вот и король Ян Казимир боже а то я думаю что это превращается опять в обычный фарс по поиску короля о генерал то мы сейчас наколем или сделаем это в следующей серии не знаю попробуем сделать это в этой что мы теряем я кахал я что уже побеждал его в битве ну да конечно я победил его однажды когда мы сражались за босс но черт побери тогда нас было больше теперь нас поровну а путь нам преграждает река как же польская кавалерия сможет победить шведскую пехоту если путь преграждает река не знаю это не норм с нормами было поинтереснее а то все так самобытно да просто рубка бессмысленная и беспощадная но зато стопудово как-нибудь захватим в плен и дадим королю наемник всадник в пурпурном халатике ну че кто там еще остался то генерала то мы того лечевали а вот и он храбрец ну вот он потерял сознание отлично враги захвачены хорошо офигли ха ха молодцы а молодцы можно будет еще и помочь да так мы сделаем нооооо оооо слишком это страшная битва сделаем это в следующей серии а пока что всем спасибо за просмотр с вами был аронимус всем пока Продолжение следует...